Сегодня работники коммунальной сферы принимают поздравления в преддверии профессионального праздника. И одно из них весьма неожиданное. Поступило сообщение, что случилось ДТП. Сейчас мы приехали оценить обстановку. Сейчас вызываем кран. Вызвали работников электротранса, чтобы под линией лежит, чтобы отключить, обезопасить. И будем ставить, убирать. И, соответственно, потом будем либо подметать, либо убирать придется. Столкновение произошло практически на перекрестке Саратовского шоссе и улицы Вокзальная. Участниками аварии стали большегруз, перевозивший семечки и легковой автомобиль такси метро. Грузовик перевернулся, и семечки высыпались на дорогу. Движение по Саратовскому шоссе было затруднено. Как сообщил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Дмитрий Низовцев, виновник ДТП сейчас устанавливается, поскольку оба водителя заявляют, что ехали на зеленый сигнал светофора. С двух раз спускался на зеленый, а он тронулся. И все. И у вас уже невозможно снизить? Конечно. Но все целые? Все целые. При этом, согласно версии очевидцев, водитель большегруза пытался избежать столкновения, хотя зеленый свет якобы горел именно для него. А второй участник ДТП пытался проскочить на красный. Да, я по рассказам слышал, что водитель такси метро пытался проскочить на красный свет, а водитель КамАЗа уходил в столкновение, поэтому так вышло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Руководство такси, видимо, не хотело афишировать участие их автомобиля в столкновении, поэтому запрещало снимать машину. И узнать вторую версию аварии не получилось. Отметим, что в результате ДТП пострадал мужчина, пассажир такси, хотя предварительно сообщалось о том, что обошлось без пострадавших. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА